Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Анастасия Милишкевич. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Подарок о Дню независимости для маленьких жителей в Рещины. В областном центре после реконструкции открылся лечебный корпус детской областной больницы. Десятый юбилейный форум регионов России и Беларуси прошел на этой неделе в Уфе. Брестская область была представлена большой делегацией во главе с руководителем Юрием Шулейко. Впечатлениями о форуме с нашими корреспондентами поделился мэр Бреста Сергей Лободинский. Большому кораблю большое плавание. 25-летие в эти дни отмечает флагман пищевой промышленности Беларуси предприятие «Санта-Бремор». Четверть века они делают нашу жизнь лучше. В эфире итоги недели мы начинаем. В преддверии праздника Дня независимости Республики Беларусь в социальной жизни региона произошли знаковые события. Накануне в городе Иваново открыли детский сад для 75 ребят. После реконструкции ввели в эксплуатацию первый корпус Брестка детской областной больницы. В этом году учреждение здравоохранения отметит свой 55-летний юбилей. Для того, чтобы качество лечебных услуг не снижалось в больнице, не только следят за уровнем подготовки сотрудников, но и улучшают условия пребывания пациентов. С марта 2020 года в больнице началась реконструкция. Ее первый этап – строительство и введение в эксплуатацию пристройки лечебного корпуса, торжественное открытие которого состоялось в декабре 2021 года. Второй этап – тепловая реабилитация фасадов и замена кровли, а также благоустройство лечебных корпусов номер 1 и номер 2. Далее полноценная реконструкция этих корпусов. Сейчас работы завершены по первому корпусу. Что изменилось и какие условия были созданы, узнавала наш корреспондент Евгения Амороз. В этот день на площадке у корпуса номер 1 Брестской детской областной больницы многолюдно. Здесь врачи и представители власти, строительных организаций. И повод отличный – завершение еще одного этапа реконструкции учреждения здравоохранения. Это скорее этап, я думаю, еще довольно длинного пути. Потому что мы начинали с трансграничного, вот вы видите, кислородная станция, закупка арене мобиля, большой стоимости, отличного. Потом пристройка корпуса, теперь корпус номер 1, корпус номер 2. И у нас есть еще мечты. Ну мечты, знаете, они же превращаются в планы. И так оно и будет. Условия и для персонала, и для пациентов однозначно поменялись, потому что конфигурация даже этажей менялась, палатной части. Появилась возможность спроса на это есть для сервисных коек. Таких стало в два раза больше, да, где условия будут созданы немножко-таки отличные. Брестская детская областная больница – многопрофильное учреждение, которое предоставляет специализированную и высококвалифицированную помощь маленьким пациентам. Ежегодно на стационарном лечении здесь находится порядка 15 тысяч ребят. Основные корпуса детской областной больницы построены в 1989 году. И капитального ремонта здесь не было, только текущий. Поэтому вопрос модернизации стоял достаточно остро. Общая сумма работ по первому корпусу составила порядка 10 миллионов рублей. Все средства из областного бюджета. Губернатор региона Юрий Шулейко отметил необходимость и важность проделанных работ, их социальную значимость. А также акцентировал внимание на том, что повышение качества медицинских услуг – приоритетная задача во всем регионе. Вместе с тем Юрий Витольдович передал руководству больницы сертификат на развитие и укрепление материально-технической базы от компании «Бремер». Я неоднократно говорю, что первое лечение получают уже в приемном покое, или у приема у врача должен получить пациент, и дальше быть уверен, что его болезнь, диагноз будет излечим, и человек получит тот уровень социальных услуг, который у нас сегодня необходим. Ну, пример – наша детская больница. Смотрите, какая она веселая стала, красивая буквально. Ну, и, так сказать, качество услуг, которые здесь и с оборудованием, и с мебелью, и с условием палат, ну, было и есть с чем сравнить. Заказчиком выступило Брестское областное управление капитального строительства, проектная организация «Престоблпроект», а подрядчикам строительный трест номер 8. При этом подход комплексный – от заменностей коммуникации до чистовой отделки. В чем сложность данного проекта заключается, что здесь постоянно за стенкой буквально действовала вторая очередь детской областной больницы. То есть каждые сутки, днем и ночью врачи лечили наших деток. Здесь надо было соблюдать и очень внимательно следить за инженерным оборудованием, чтобы медгазы поступали, чтобы электричество постоянно без перебоев работало, пыли было минимально, но мы, видите, сами справимся и сдаем сегодня это в первую очередь. Губернатор вместе с другими представителями власти, а также специалистами больницы отправились на экскурсию по обновленным площадям и смогли оценить качество проделанных работ. В общей сложности корпус рассчитан на оказание помощи 150 маленьким пациентам. В корпусе размещается хирургическое, травматологическое, а также отоларингологическое отделение с офтальмологическими койками, а также административные площади. Сейчас мы были на площадях приспособленных, мы работали во время ремонта в условиях скучности немножко, немного мы страдали, но, тем не менее, за полгода пролечили полторы тысячи пациентов, выполнили около 700 операций, то есть это наши не самые лучшие цифры, но, тем не менее, помощь оказывалась в постоянном режиме, круглосуточно, мы не убавляли ни плановую помощь, ни экстренную, тем более, поэтому результаты покажутся и дальше. Экстренная помощь составляет около 30% работы отделения, основная работа это все равно плановая работа. Мы занимаемся оказанием урологической помощи детям, мы занимаемся оказанием помощи детям с гнойными проблемами, ну и общей хирургической помощью, то есть грыжи, водянки, фимозы, то есть то, что обычно делают детские хирурги во всем мире. Мы очень долго планировали в этом году, 55 лет наша больница исполняется, вот практически все это время мы жили в таких стесненных условиях, но благодаря вот этой реконструкции, масштабной достаточно реконструкции, которая будет еще продолжаться, мы, конечно, приобрели и новое оборудование, и новые площади, улучшили условия пребывания маленьких пациентов, и их родителей, ну и, конечно же, улучшили работу медперсонала, условия работы. Можно быть уверенным, что маленькие пациенты и их родители по достоинству оценят новые условия. Скоро строители приступят к работам во втором корпусе. Здесь разместятся приемное, эндоскопическое, лечебно-диагностическое отделение, комменят стоматолога, гинеколога, а также операционные. Будет закуплено необходимое оборудование, в том числе для высокотехнологической диагностики. Евгений Мороз, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Десятый юбилейный форум регионов России и Беларуси прошел на этой неделе в Уфе. В этом году на форуме были представлены 58 субъектов Российской Федерации и все области Республики Беларусь. Участие в масштабном мероприятии приняла большая делегация Брещины во главе с председателем Брестского облсполкома Юрием Шулейко. За свою десятилетнюю историю этот уникальный формат межрегионального взаимодействия по праву стал своеобразным двигателем экономического сотрудничества в рамках союзного государства. На полях 10-го форума регионов подписан план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации соглашения между Брестским облсполкомом и администрацией Новосибирской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Брестский областной совет депутатов заключил соглашение о межпарламентском взаимодействии с законодательным собранием Пензенской области и утвердил план мероприятий по реализации соглашения с законодательным собранием Калужской области на 2023-2025 годы. О своих впечатлениях о форуме с нашими корреспондентами поделился председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Первое, что поразило, это все регионы России открыты к диалогу. Причем не только в каких-то культурных связях, но и экономических. Интеграционные моменты сегодня подталкивают на кооперацию как промышленных предприятий, строительных, торговли, чтобы, наверное, на обоюдных и взаимовыгодных условиях осуществлять торговлю. И, наверное, эти моменты дают возможность развиваться регионам. У нас сегодня хороший потенциал по производству пищевой промышленности, перерабатывающей. Поэтому сегодня продукция Брестской области и в целом Республики Беларусь, она пользуется успехом. И это подталкивает на более взаимовыгодные сотрудничества между нашими регионами, потому что есть интерес. А это, соответственно, и работа экономики, выполнение бюджета, выручки предприятий и далее. Рынок большой России, поэтому и логистические вопросы тут легче решать, понимая, что мы в одном союзном государстве. В рамках программы форума прошли встречи деловых кругов и бизнес-переговоры. Тематические секции, пленарное заседание, состоялось подписание соглашений и контрактов. Сергей Лободинский выступил в рамках гуманитарной секции с докладом на тему сохранения исторической памяти как важного компонента молодежной политики союзного государства на примере Бреста. Для нас, наверное, для меня непосредственно участие в секции по гуманитарному сотрудничеству между Россией и Белоруссией носило, наверное, не сколько ознакомительный характер, сколько донести участникам секции про ту работу, которую мы ведем в нашем Бресте. Это не какие-то слова популизма, это непосредственно та боль, наверное, та гордость и та ценность, которая у нас есть в виде Брестской крепости. Обсуждали вопросы и развитие Патриотического центра. Для себя персонально с участием нашей делегации съездили и побывали в Патриотическом центре, который был, так скажем, дан старт его развитию или строительству в городе Уфа. Он представляет собой целый комплекс на 220 гектаров и подразумевает как спортивное ядро, образовательное ядро, обучение, так скажем, навыкам военно-призывной подготовки, быта. То есть дисциплинирует ребят, наверное, к взрослой жизни, то есть основная цель этого. И понятно, с элементами историко-культурных каких-то ценностей, памяти, которая осталась, наверное, навсегда у нас в сердцах, это Великая Отечественная война, потому что там эти моменты тоже очень освещены и презентованы в виде отдельных макетов, техники военной, ну и других вещей. Поэтому для нас очень актуально посмотреть те моменты, которые были заложены там, ими, и, может, чего-то не хватает у нас. Ну, поверьте, подходы одинаковые и принципы, так скажем, вот этого военно-патриотического воспитания и просто целости понимания того, что война не должна повториться, вот это должно, наверное, быть красной нитью во всем том, что мы сегодня делаем. Основное для себя, значит, определилось по месту определения патриотического центра Брестской крепости, да, как, наверное, неиссякаемый источник, то, что я вот попытался донести на форуме. Это то место, где ты не можешь пройти мимо, не можешь посмотреть безразлично на те факты истории, которые воочию представлены в нашей Брестской крепости. Те слезы, та кровь, которая была пролита, она вот и останется вот тем неиссякаемым источником той верности и мужества, да, которое наши прадеды и деды добывали в Великой Победе. Уфа – потрясающе красивый город. Руководством городов и Республики Башкортостан была проведена огромная подготовительная работа, позволившая провести столь солидный форум на высочайшем уровне. На улице Дружбы место расположить свои площадки нашлось всем. Брестейское подворье вызвало настоящий ажиотаж. Наша площадка привела всех в фурор немыслимые, все настолько были воодушевлены. И просто вот само отношение людей, когда подходили, просто здоровались, заводили разговор на любую тему и в поддержку того, что белорусы – это самая толерантная нация. Ну и то, что наша продукция пользовалась успехом, ну это просто гордость и, наверное, восхищение и благодарность нашим, так скажем, поклонникам, покупателям, которые вот пользовались, так скажем, теми услугами, которые мы там попытались, да, донести и показать. Рассказал Сергей Лободинский о договоренностях, которые реализуются в будущем. Много договоренностей среди регионов России. Мы все, так скажем, комплексно сейчас прорабатываем и попытаемся на форуме регионов, уже городов-побратимов в сентябре месяце, так скажем, формализовать в документы. Поэтому, я думаю, все там в будущем и увидите. Говорим об актуальном в программе «Итоги недели». Предприятие, о котором пойдет речь в следующем материале программы, не требует каких-либо представлений. Его знают не только в Беларуси. Продукция его – это порядка тысячи наименований, известно более чем в 40 странах мира. И этому предприятию-гиганту, флагману пищевой продукции, в своем сегменте сегодня 25 лет. Это Санта-Бремор. По заслугам и награды. Чествование трудового коллектива компании прошло в Брестском облсполкоме. Когда у человека есть мечта, многое можно сделать. Но когда у этого человека есть еще и команда таких же мечтателей, тогда получится и огромное предприятие построить с нуля, поднять его на уровень солиднейших корпораций мира, создать бренд, который прославляет Беларусь. Таким был Михаил Леонидович Машинский, человек с большой буквы, создатель первого в стране производства по переработке рыбы. Через четверть века Санта-Бремор – это предприятие-гигант, флагман Брестского региона. Уже четверть века мы производим качественные и вкусные продукты питания, которые известны на прилавках более чем в 40 странах мира. Бремор сегодня – это 6 современных цехов, это более тысячи наименований выпускаемой продукции, это свыше 6 тысяч сотрудников. Кроме того, многочисленные социальные, экологические, спортивные инициативы, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь окружающих нас людей лучше. В этом, собственно, и миссия нашей компании. Бывая на выставке «Экспо-2020» в Дубае, и то нашел продукцию «Санта-Бремор». Поэтому на сегодняшний день настолько широкая география реализации продукции, которая производится, что раньше, наверное, сложно было бы представить. Поэтому значение этого предприятия очень важное для области, потому что это, во-первых, где-то около 10% объемов промышленного производства нашего региона. Объем экспорта за весь этот период, он сопоставим с годовым объемом экспорта области. И, к примеру, налогов почти 400 миллионов рублей за это все время уплачено. Инвестиции около 600 миллионов рублей. Но самое главное, конечно, это коллектив, коллектив, который насчитывает более 5000 человек. Это люди, которые очень креативные, должен сказать, что находят даже в такой отрасли, как пищевая промышленность, элементы инновационности и производят инновационную продукцию. Сегодня компания «Бремор» – это 6 современных цехов, оснащенных самым современным оборудованием. Порядка тысячи наименований продукции, более 6 тысяч сотрудников, которые делают свою работу с душой. И самое главное – это компания с огромной социальной ответственностью, ответственностью за тех людей, которые здесь трудятся, которые создают ее имидж. Была идея и был не совсем длинный промежуток времени. Всего же 25 лет. Но первые успехи уже были с первого года, второго, третьего. А 25 лет – это уже мастерство, шлифование. И, конечно, стать гигантом. Слово «монополист» – это мало. Это сегодня надо понимать в цифрах, в первую очередь, и тех идеях, которые трансформированы сегодня в само производство. И считаю, что как экономист, как руководитель области, общаясь с учредителями предприятия, мы абсолютно по-честному имеем хорошее государственное частное партнерство. Оно подтверждено жизнью даже детей. Я так переведу на некоторые моменты, которых мы вот все знаем или многие не знают. Это у дорогого стоит. Когда нужно отодвинуть одно, но найти важное. У вас четко выстроена система управления кадрами, когда вы четко понимаете, что вы хотите и куда вы двигаетесь. А вот тот дух и вот этот ролик, который мы сегодня увидели, наверное, подтверждает те моменты, когда у вас единомышленники не то что имеются, они как это, приумножаются в разы. И я по-хорошему завидую. И, наверное, каждому из нас и предприятиям города, области хотелось бы пожелать вот этой уверенности в завтрашние дни, в понимании того, что команда может отвечать на любые вызовы. Стратегия и тактика, инвестиции, инновации, сбыт, снабжение – это важно для любой компании. Но самым главным активом являются люди, работающие с самоотдачей, стремящиеся сделать свое предприятие лучше и успешнее. И на чествование по случаю 25-летия компании «Бремер» все лавры и панагерики человеку труда награждали лучших из лучших, тех, кто стоял у истоков создания предприятия, и совсем молодых, но уже прикипевших к нему душой. «Санта» – это не только гордость Бреста и нашей Белоруссии. «Санта» сегодня лидер в рыбной отрасли союзных государств. И хотя сегодня «Санта» – это уже компания и не столь рыбное, а многопрофильное предприятие, вместе с тем я очень горжусь, что наша продукция в более чем 50 странах, и ее заслуженно любят миллионы людей. И вместе с тем мы не только «Санту», а, можно сказать, прославляем и продвигаем нашу Беларусь, наше белорусское, и это очень здорово. Сегодня самые современные, самые передовые, уникальные технологии, оборудование, методы решения – это все «Санта». «Санта» – это в мире интересное, это Голубой океан. Я представляю наш весь коллектив, большой отдел маркетинга. И, ну, как это получается? Прежде всего, это интересные, амбициозные цели. Когда их достигаешь, когда есть такой сплоченный коллектив и отличные условия, можно достигать вот эти цели, тогда получаешь радость, тогда получается… Самое главное, что должно быть в коллективе – это радость. Радость от задач, от их выполнения, ну и от самой работы. Потому что каждый день приходишь, и шаг за шагом, казалось бы, мелкие шаги, но достигаешь больших результатов. Компания «Санта Бремор» для меня – это моя вся жизнь. Я уже 25 лет работаю в этой компании. Мы выпускаем не только вкусную продукцию, но еще и безопасную продукцию. И наша продукция поэтому любима в 40 странах мира. О предприятии «Бремор», о его производствах, продукции можно говорить долго. Но самое главное – у всей этой большой команды человечность. Они умеют делиться добром с другими. Они вернули надежду многим семьям, многим детям. Они поддерживали и поддерживают много городских проектов. Мы живем в обществе, и нельзя быть отдельно от общества. У нас работают люди в компании, 6 тысяч человек, но это 6 тысяч семей, в которых тоже есть люди, у которых есть знакомые, есть близкие, и они должны понимать, что мы делаем жизнь лучше не только выпуская продукцию, но и помогая тем, кто рядом. В юбилее дарят подарки – юбиляру. Но и в свой праздник – подарок учреждениям здравоохранения от компании «Санта» преподнес Александр Машенский. Сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Я знаю и уже успел убедиться, что наши проекты и по развитию, и по социальному развитию региона находят поддержку со стороны у него был сполкома и его лично. Поэтому, Игорь Иванович, еще и от вас. И поэтому знаю, что эти деньги точно пойдут на заданное целое. Это символично, да? Вот я буквально сейчас принимаю решение. Завтра мы открываем очередной, после ремонта, капитального ремонта детский корпус нашей областной больницы. И завтра этот сертификат при торжественном открытии я получу два ночи. Большому кораблю большое плавание. Пусть покорители трех мировых океанов осваивают новые воды. И пусть мечты у них всегда сбываются. В Брестском областном объединении профсоюзов накануне встретили делегацию Псковского областного совета профессиональных союзов. Это ответный визит российских коллег на Брещену после подписания в минувшем году договора о сотрудничестве. Участие в совместном заседании приняли лидеры профсоюзов Брестской и Псковской областей Александр Рогачук и Игорь Иванов, председатели областных организаций отраслевых профсоюзов. О конкретных договоренностях и о планах прямо сейчас. В 2022 году между профсоюзами Псковщины и Брещены был подписан договор о сотрудничестве. На этой неделе делегация из Российской Федерации приехала в Брест, чтобы обменяться опытом, найти точки соприкосновения, различные подходы в том или ином вопросе. Глава псковской делегации Игорь Иванов подчеркнул, что у белорусской стороны огромный опыт работы в социальном партнерстве, различные методики решения вопросов. У Брещен есть чему поучиться и перенять лучшее. Для того, чтобы усилить работу двух профсоюзных структур, посмотреть опыт, правозащитная работа, работа в области охраны труда, коллективно-договорной компании. Ну и в целом у вас большой опыт социального партнерства. А в 2023 год Федерация независимых профсоюзов России объявлена как годом укрепления и развития социального партнерства. Мы перенимаем тот опыт, который есть у коллег, в частности в Республике Беларусь, в других субъектах Российской Федерации. Мы смотрим, куда мы еще сейчас сможем дополнительно усилить нашу международную работу и приехать, потому что опыт он всегда полезен. Александр Рогачук, председатель Брестского областного объединения профсоюзов, на встрече подчеркнул, что только расширение такого взаимодействия, только обмен опытом, совместные программы, оздоровление трудящихся по льготным программам открывают новые перспективы развития профсоюзного движения. Игорь Иванов со своей стороны отметил, что чем больше и теснее профсоюзное сотрудничество России и Беларуси, тем сильнее становится данное движение. Здесь можно и наполнять наши региональные соглашения касаемо заработной платы. И здесь тоже у вас большой опыт. Здесь можно посмотреть. Вы знаете, у нас сейчас большое движение по минимальному размеру оплаты труда. И с этой стороны тоже можно с вашими специалистами посчитать, посмотреть, как здесь можно двигаться, как улучшить, чтобы человек труда получал достойную заработную плату, был социально защищен и чувствовал себя не хуже, а может быть, где-то даже лучше, чем на других территориях. Поэтому наша совместная работа будет полезна. Брестко-областное объединение профсоюзов открыто для сотрудничества со странами мира. Как результат, уже подписано 17 международных договоров о сотрудничестве. Но не все страны сегодня идут на контакт в связи с санкционной политикой в отношении Беларуси. А потому это заставляет задуматься о сотрудничестве с дружественными странами, которые поддерживают курс нашего государства. Такими являются партнеры Российской Федерации, в данном случае из Псковской области. У нашего объединения и у наших обкомов 17 действующих договоров о взаимодействии. Они все наполнены каким-то содержанием. Есть своя специфика. Думаю, что отношение с Псковской областью, в силу нашей географической близости, в силу нормальной логистики, оно будет включать очень серьезный компонент по оздоровлению, по защите прав трудящихся, обмену опытом, по нашим каким-то другим направлениям взаимодействия. Вот почему мы этому уделяем большое внимание. Нам надо посмотреть те страны, которые не поддались этому влиянию, и, наверное, выходить на другие регионы, на другие страны, потому что через профсоюзное общение тоже можно узнавать друг друга. По сути дела, профсоюзное общение – это часть народной дипломатии, о которой мы так часто говорим. Вот почему визит этой делегации для нас важен. Вот почему мы придаем этому большое значение. Результат встречи лидеров организаций профсоюзов Брещена и Псковской области – дальнейшее укрепление региональных связей. Как итог, подписание шести договоров о сотрудничестве между областными организациями отраслевых профсоюзов. Развивать сотрудничество договорились в отраслях торговли и потребительской кооперации, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственных учреждений, леса и природопользования. Мы подписываем договор о сотрудничестве с нашими российскими коллегами. А у нас есть чем поделиться. Они побывали вчера в Беловежской пуще, увидели уровень ведения лесного хозяйства в Белоруссии. Но, скажу нескромно, они были поражены порядку и тому уровню, который сегодня существует в работе в лесном хозяйстве. Но у них тоже у нас есть чему поучиться. Мы планируем посещать Псковскую область, чтобы посмотреть, как они создают леса, как они их охраняют. У нас есть в Белоруссии очень хорошая школа пожаротушения, поэтому впредь мы будем, наверное, посещать друг друга, обмениваться опытом, и из-за этого мы получим общий положительный результат. После официальной части лидеры профсоюзов Бреска и Псковской областей Александр Рогачук и Игорь Иванов, председатели областных организаций отраслевых профсоюзов, обменялись подарками. Через считанные дни город над Бугом отпразднует День независимости. Брещане станут участниками череды праздничных мероприятий, в числе которых концерты творческих коллективов и исполнителей, выставки, автопробеги и многое другое. За столь насыщенной культурной программой массовых гуляний стоит огромная работа организаторов. Но каждая хозяйка, готовясь встречать праздник, наводит чистоту и порядок в доме. Брест – наш дом. А в роли радушной хозяйки, отвечающей за чистоту и порядок, выступают специалисты городской коммунальной службы. Сегодня все приготовления почти завершены, остались последние штрихи. О том, что уже сделано в городе над Бугом и чему уделяется пристальное внимание, смотрите в следующем сюжете выпуска. Сотрудники коммунальных служб всегда поддерживают наш город в чистоте и порядке. Но к знаковым праздничным датам эта подготовка особенная. Сегодня в Бресте работники службы ЖКХ готовятся ко Дню независимости. Представители дорожно-эксплуатационной службы коммунальника приводят в порядок парки и скверы, улицы, дворы и дороги. Одним словом, большая армия работников жилищно-коммунального хозяйства делает все, чтобы Брест хорошил. А мы, брещане, не только радовались, но и ценили эту красоту и встретили праздник по-настоящему праздничным. К проведению праздничных мероприятий в городе Бресте мы уже сделали большой объем работ. Город готовился к празднованию. Дня Победы, 22 июня. На сегодняшний день также город усиливает свои темпы к подготовке Дню независимости в городе Бресте. Но не только праздничные мероприятия подвигают работников ЖКХ на работу. То есть у нас есть плановые работы, мы темпы не сбавляем, темпы только увеличиваются. Работы ведутся по всему городу, всеми предприятиями ЖКХ. Рачительные хозяева умеют удивлять и радовать. Всех и горожан, и тех, кто приезжает в Брест. Яркие, неповторимые цветочные клумбы. Буйством их цвета можно наслаждаться долго. Практически на всех цветниках присутствует не только богатая цветочная палитра, но и видовая. Петунии, бегонии, пеларгонии и другие цветы радуют глаз брещан. И уход за этой огромной оранжерей соответствующий. Город Брест считается самым зеленым, красивым городом в республике. Поэтому мы стараемся поддерживать чистоту. Ухаживаем за клумбами, подсаживаем цветы, занимаемся прополкой, выращиваем цветы. Стараемся держать в достойном виде наш город. На данный момент будем садить ценерарию подсаживать, агератум, бегония здесь еще будем подсаживать, это эхиверия. Данные цветы, они больше видно рисунок, то, что запланировано ландшафтниками, он больше рисунок, очертания, что задумано, ромбы, надписи какие-то. Вот эти цветы, они очень хорошо пригодны для того, чтобы делать красивые клумбы. Брест – один из самых зеленых городов Беларуси. Сколько у нас деревьев, кустарников, из года в год проводятся акции по посадке новых насаждений. Однако не так редки ситуации, когда деревья создают неудобства людям. Потому по всему городу сотрудники коммунальника обрезают сухие ветки и спиливают аварийно опасные деревья. Работа в самом разгаре. Санитарные обрезки деревьев производятся для поддержания дерева в красивом эстетическом состоянии, а также для удаления сухих ветвей. За прошедший период текущего года порядка 600 деревьев, по 600 деревьев выполнена санитарная обрезка, формовка. Также удалено аварийных порядка 500 деревьев. Работы не заканчиваются, то есть удаление сухих и опасных ветвей будет производиться в течение всего периода по мере необходимости. Пожалуй, одна из самых актуальных тем – состояние улиц и дорог. Ей уделено особое внимание. В настоящее время специалистами дорожно-эксплуатационных служб выполнены работы по сплошному асфальтированию 48 тысяч квадратных метров, на которые затрачено порядка 3 миллионов. На такой объем работ направлялись средства как из городского, так и областного и республиканского бюджетов. Сегодня городское Д проделывает большую работу, чтобы брещанам было комфортно передвигаться на своих автомобилях. Специалисты дорожных службы выполняют этот трудоемкий процесс медленно, но ответственно и, главное, качественно. Все идет по плану, а это значит к празднику центральной артерии города над Бугом преобразятся. Уделяется внимание на замену дорожного полотна на проезжей части с наибольшей интенсивностью движения, а также с наибольшей степенью износа проезжей части асфальтобетонного покрытия. Поэтому, как мы видим, уже большое количество выполненных работ по улице Московской, проспекту Машерова, законченные работы по улице Дубровской, в настоящее время ведется по улице Белорусской, это микрорайон Березовка в городе Бресте. Но на ремонте дорожного полотна специалисты Брестского ДЭП не думают останавливаться. Сейчас на пике благоустройства дворовых территорий, асфальтирование дорог, демонтаж бордюрного камня, реставрация парковок и многое другое. Коммунальными службами города уделяется внимание не только проезжим частям на основных наших улицах, а также выполняются работы и на дворовых территориях. В текущем году, в настоящее время, мы ведем работы порядка на 10 дворовых территориях. Подобным видом производится замена бортового камня, укладываются тротуарные дорожки из мелкоштучной плитки и производится подготовка под сплошную асфальтирование дворовых территорий, которая впоследствии будет выполнена. Сегодня наш город красив, ухоженный и опрятен. А значит, специалисты городской жилищно-коммунальной службы постарались сделать все, чтобы наш Брест встретил День независимости празднично. Беларусь готовится отметить главный государственный праздник – День независимости. Центральные торжества, посвященные освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков, традиционно проходят 3 июля во всех городах Беларуси. Однако накануне по всей стране проводится множество мероприятий, приуроченных к важной дате. В Ленинском районе Бреста День независимости отметили праздником «Земля героев». На стадионе 27-й средней школы микрорайона Речица развернулись настоящие народные гуляния с выступлениями артистов, играми, торговыми площадками и угощением для всех собравшихся. Как это было, расскажет Людмила Логодич. Теплый летний вечер в микрорайоне Речица наполнился музыкой, улыбками и атмосферой праздника. Шумно, весело и с размахом здесь отметили главный государственный праздник – День независимости. Канун главного государственного праздника нашей страны – Дня независимости. Мы очень хотим, чтобы все жители города почувствовали праздничное настроение. Здесь есть возможность следиться с друзьями, чтобы еще раз всем вместе понять, в какой прекрасной стране мы живем. Я хотела бы пожелать процветания нашей стране, я хотела бы пожелать стабильности нашим предприятиям. Пусть все семьи будут счастливы, пусть все люди будут здоровы, и пусть над нашей страной сияет мирное небо и ясное солнце. В центре внимания герои дня – жители микрорайона Речица. Ветерану Великой Отечественной войны Петру Мироновичу Светкину через месяц исполнится 98 лет. Но седовласый герой пришел, чтобы разделить с людьми радость главного праздника страны и напомнить о ценности мира и важности сохранения истории. Я людям желаю только лишь здоровья, чтобы чистое небо было и всегда солнце светило для них. Самое главное – здоровье. Берегите себя. Никого не слушайте, что какие-то заграницы нам говорят. Не надо, историю переделывать нельзя. Также в этот день чествовали трудовые династии предприятий микрорайона. Брестский мясокомбинат «Берестейский пекарь», «Брестхлебопродукты» и другие бренды вносят свой вклад в экономику города и страны благодаря своим труженикам. Работаю на предприятии ООО «Берестейский пекарь». Работаю водителем уже пять лет. На этот замечательный праздник меня пригласили и мою семью, администрация Ленинского района. И мы хотим тоже поздравить от лица всей семьи, всех жителей этого района с таким замечательным праздником. К слову, одним из организаторов мероприятия вместе с администрацией Ленинского района выступил Брестский мясокомбинат. Гостей праздника угощали мясной продукцией предприятия, солдатской кашей и чаем. «Угощение – супер. Чай. Чай тоже очень вкусный. Хочу пожелать такого же развития, процветания, всего самого хорошего, но и актуального – мирного неба над головой. Это самое главное». «Приехали с радостью сюда на приглашение. Нравится, ребенок поиграл. Хочется пожелать, чтобы в стране был мир, спокойствие, прекрасное небо, спокойное. Ну и чтобы все-таки люди радовались, находили самые лучшие моменты в жизни. И не было негатива, наверное, в стране». «Сама жива на Речице, здесь недалеко. Первый раз в таких масштабах. Очень-очень круто все, очень организация супер. И здесь и детям, и взрослым есть чем заняться. И хотелось бы в такой праздник пожелать им счастья, любви, а нашему району процветания». Творческие коллективы и сольные исполнители сменяли друг друга на сцене. Повсюду работало множество разнообразных торговых, тематических и развлекательных площадок, лотков с сувенирной продукцией и различных аттракционов. Был организован прокат детских автомобилей и установлены фотозоны. Люди улыбались и поздравляли друг друга. Каждый получил заряд отличного настроения, а значит, праздник удался. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Анастасия Мелешкевич, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин